Всем доброе утро, хотя еще 12 часов уже, наверное, день, да? После 12, как говорят, уже день, иду с работы. Сегодня работала очень рано, с 8 часов для меня это рано. Обычно с 10, с 11, а тут с 8. Но моя Татьяна, которая делает укладку, попросилась вчера, но я думаю, она не пришла бы, потому что на даче долго. Я говорю, давайте на утро. Короче, на утро. После укладки у меня еще и химзавивка была. Сейчас иду домой, несу вот эти вонючие все полотенца, там в составе они. Все сейчас постираю, пообедаю, погуляю с Баксиком. Так, что-то закрыто окно у Юли. У нее крайнее окно, там ателье. Снимает она эту комнату. Первый этаж, крайнее окно в жилстрое. Так, сейчас я узнаю. Хотя свет, по-моему, горит. Да Коля говорит, отдай мои брюки подшить летние. Длинноватые. На 2,5 сантиметра. Сейчас я узнаю, сколько будет стоить подшив. Мужские джинсы. Так, что она там работает или нет. То я все время тут к ней лезу, как это, перелазиваю вот здесь и спрашиваю все. Она говорит, очень много не возьму. Я говорю, сколько стоит подшив? Она говорит, 350. Я говорю, так, давай за 500. И не очень скоро, день 2. Так она, ладно, уговорила. Ну, в общем, за 500 рублей сейчас подошет. Я говорю, иду вот, несу домой и обедать, постирать. В общем, после обеда. Она говорит, я здесь до 6. Ну, говорит, не сегодня. Я говорю, ну нет. Она говорит, завтра. Ну, ладно, завтра. В общем, за 500 рублей. Сейчас Коле позвоню, скажу, гони денежку. 500 рублей. Девчонки видела, где поилка для баксика. Мы брали поилку на набежную. И там он сначала не понял, как из нее пить. Боялся. А потом распробовал, и напоили его все. И мне пишут, что очень нужная вещь. Да, очень нужная вещь, когда гуляет с собакой, в жару. Брать вот такую поилку. Вы знаете, сколько просмотров набрало? 10 тысяч за ночь. За ночь. Кто-то утром посмотрел, кто-то вечером. А еще спрашивали породу баксика. Чихуахуадир. Взяли мы его не у заводчицы. Просто у них собачка родила от такого же, как и она. От чихуа. Но наш самый крупный. Мы его... Плюс кастрированный. Мы его взяли. Он был в помете самый крупный. Теперь еще показываю вам. Вот первый этаж. Трехкомнатная. Это первый этаж. Вот угловая. Что-то хотела взять я ее, эту квартиру. Она с разницей с нашей. В хорошую разницу. Хотела взять дачу. Но сын мне отговаривал. Мама. Первый этаж. Квартира очень хорошая. Квартира очень хорошая. Такой отличный, современный ремонт. На вид эта квартира стоит. И вообще очень хорошо там все у них сделано. Ну, сын сказал, мама, ты ее потом не продашь. Когда будете переезжать, ты ее не продашь. Ирина у нас еще пока цветет, но такая вот. Ну, в общем, этот первый этаж квартиры. Вот она. Первый этаж. И балкон туда. Нас поливают. Плюсаднички. Все зелененькое, красивенькое. Какие-то прям как колокольчики. Так, еще знаете, как я хотела показать цветы? Вот эти какие-то стелятся, как клубника. Белые. И вот такие еще интересные розовые. Смотрите, какие они интересные. Вот. А что это за цветы? Может, кто-то знает. Такие розовые. И вот такие беленькие. Мне понравились. Так, сейчас я вот так увеличу. Как сережечки такие прям красивенькие. Здесь обычно... Тут, по-моему, фиалки. Что фиалки? Вот здесь, в лунках, здесь обычно сажают они или бархатцы. Пион, он зацветает. Бархатцы или ночная любовница. Такое название. Она ночью цветет. Пахнет очень сильно. Смотрите, пионы. Но к пятому числу может расцветать. Вот у меня всегда на 5 июня, у меня день рождения будет, 55 лет. Цветут пионы. Ну, я, знаете, пионы не люблю домой. Они... О, посеяли. Тоже зашли. Они очень опадают быстро. Они пахнут хорошо, как розы, но... Вчера был сильный ветер, так растрепал ирисы. Они высокие. Какие красивые. Кто виляет хвостиком? А? Или хвостик виляет баксиком, или баксик хвостиком. Увеличила его. Что, пойдем погуляем? Пойдем погуляем, Васюль. Так, сумку сейчас оставлю. Рюкзак мой, баська, коркнулся. Так, вот она, поилка. Кто-то спрашивал, видите, как... Вот так ее носишь, потом переворачиваешь, открываешь крышку, и получается, там наливается водичка, и он оттуда пьет. Ой, одной рукой неудобно. Короче, вот так ее поднимаешь, вот, и вот водичка выливается. И собачка пьет. Че, собачка, пойдем гулять? Давай лапки. Лапки давай. Давай лапки. Вот, вот он лапки дает. Четки, я похудела. На мне вот эта майка оверсайз, это что-то болтается, как не знаю на ком. Васюня, идем? Идем, идем, идем. На блок новые кроссовки, я их только в Москву обувала. Новые, за 8500, которые. Ну, я тебя постирала, поэтому, поэтому сейчас уходим аккуратненько. Пойдем, тут и встал. Вот упрямый какой. Ой, Бася такой упрямый. У нас траву покосили, прям так неприглядненько стало. Все сразу высохло. У нас не было давно дождя. Обещали вчера, так и не пошел. Тучи, тучи, и все, и тучи сошлись. Да, Басянь? Мы ждали дождь, вообще-то. Ждали дождь. Баська, он характерный. Не думайте, что такая милая собачка прям. Он не такой непослушный, характерный. Хочу иду, хочу и не иду. Может и куснуть, кстати. Меня точно. Потому что Коля у него вожак, а мы так все. Мы. Мы их служим на него. Прислуживаем. Поэтому он может и куснуть. Идем. Ирисы вон зацвели. Какие блеенники такие. Там красивые были ирисы. Вот бежим с ним. Пакеты при нас. О, у меня одна говорит, что только ты, наверное, за собаку убираешь. Ну и пусть. Зато я не стыдна. На обед у меня запеченная лопатка свиная. Это вот от чеснока. Такие вот тут разводы. Чеснок прям воткнутый был. Мне понравился маринад. В упаковке прям вот так надрезаешь там. И потом вот открываешь, чтобы немножко мясо прихватилось еще корочкой. Картошка молодая. И помидорки. Сейчас делаю салатик с луком, с маслом. И разогрею себе мясо и картошечку. Да, Басеньке дала палочку. Вот тут чехуашечка нарисована. Вот. Вот такую дала палочку. Чего ты фыкаешь? Такой у него еще есть витаминки. Это тоже. Зубки чистить. Так, что у него здесь? Ну и гематоген тут собачий. Да, Бась? Смотрит. Хочешь? Ну ты целую палочку сейчас съел. Хватит. Вот говорят, вкусняшки надо ограничивать. Васюль. Ограничивать. Он так смотрит, скажет. Кто тебе сказал такую глупость ограничивать? Да, Бась? Ел и буду есть. Да. О, господи. Аж сголонул там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова